08.07.2024 год. Вы с Олегом Соски. Смотрите мой больший канал, там сейчас вам много материалов. Я думаю, очень серьезных, важных поставил по той трагедии, которая сегодня произошла в Украине. И в Киеве, и в Кривом Рогу, и в Днепре, и в Покровске, и в других городах. Но особенно, конечно, тяжелейший удар это Киев и Кривой Рог. В Кривом Рогу, как известно, попали прямо там в этот админздание, как раз Ахметовское, да. Ну, почитайте, там все есть. Очень много погибших, раненых. В Днепре тоже самые удары очень тяжелые. Ну, там пока так и не раскрывают сильно. Ну, и Киев, конечно. Киев колоссальной мощи удар по Ахмадету. Потом второй удар нанесли тоже по роддому, якобы медучреждение на Левом берегу. И главное, все молчат. Никаких подробностей, деталей. Кличко этот просто где-то как-то там вообще не слышно про него. Низамы его. Где этот Артур Палатный? Где другие все? Что ж такое? Как там вот это вот голосовать там по земле, по этому, кому что выделить? Тут, как говорится, все при делах. Как только надо рассказывать про то, что такая трагедия, все попрятались. Хитрые такие, да. Думаю, да, сейчас опять оно все, еще будет новая трагедия. Завтра, послезавтра все про это уже забудут. А киевляне, украинцы, они такие, что они быстро все забывают. И побежали дальше. И дальше побежали. Побежали. Овцы. Вот. И овцев там их бьют, бьют они, а они бегут дальше. И там же так. И другие же эти все парнокопытные. У них такой это стадный инстинкт такой, да. Антилопы так себя ведут, когда на них чечники нападают. Убегать надо. Убегать, убегать. Вот сегодня мы увидели такие мощные чечники. Напали, конечно, на Киев, Кривой Рог. В серьезнейшем. 40 ракет, разные там кинжалы, калибры, искандеры, иксы, мшмиксы, эти самые, беспилотники и так далее. Ну и типа 38 ракет было, 30 сбили, а 8 же не сбили. 8 же не сбили, да. А в ряд Вахмадет икс вот эта 101 попала. Ну так а че же ее не сбили? Где этот, голова этого ПВО, которого без углова, четко жена его характеристику дала. Так это сильно жена его там внутренности пораскрывала, да. А где заседание Верховной Рады по этому вопросу? Может комитет обороны собрался, а. Может заседание Кабмина. Где этот Шмигаль, а. Ну там типа министра, что-то этой самой внутренних дел, там Клименко. Ну хорошо, Клименко. А где все остальные? А чего ж кирпичики не разбираете? Тысячи киевлян пришли в Ахмадет, чтобы сделать там, добраться до этих всех, чтобы узнать какая же там реальная ситуация. Никто ж не говорит, все ж скрывается. Уже больше сотни, уже может даже по две сотни подбирается по Украине сегодня среди гражданских раненых и погибших. А где Зеленский, не скажете? Ермак, Зеленский. Где? Как? В Польше, да? А что он там делает в этой Польше, когда такая трагедия? Ну он правда уже такой свободный человек уже, что он не президент. Его полномочия 20 мая 2020 года окончательно истекли. Надо же было проводить выборы. В США даже в гражданскую войну выборы проводились. Да они везде проводились. Только в Украине не проводят. Вот сейчас Франция, Великобритания провели выборы. Иран провел. Все проводят. Все проводят выборы. Только в Украине. Страна кандидат, члены ЕС, хочет жить как в Европе. Все. Соблюдать копенгагенские принципы положения. Маастриевский, Шенгенский, Лиссабонский протокол. Да нифига. Европейскую хартию прав и свобод. Да это для других. А у нас концлагерь имени Зеленского. Мужчин не выпускать. Колючую проволоку натянули. Так мы же свободная страна. У нас вообще не должно быть границы с Европейским Союзом. А зачем же вы колючую проволоку перед Тисой натянули? Ну это концлагерь, ребята. Это натурально. Зеленский, это ты дал команду. Ермак, Шмигаль. Кто дал команду это сделать? Надо ее фотографировать, показывать. Там этот Трамп переживает, что они не могут остановить там этих самых, которые к ним, мигранты идут в Соединенные Штаты Америки. Байден приказал миллионами их пускать. Так мигранты, понимаете? А тут оказывается, колючая проволока против украинских мужчин установлена в центре Европы. И все короли молчат, все премьеры молчат. Никто даже слово не булькнул сказать. Нехило, правда? А почему? А потому что все хотят, чтобы Украина, мужчины гибли за их интересы золотого миллиарда. А во главе кто стоит? А кто такой этот самый Сирский? Ну, может, этот самый работник КГБ? Ну, а как иначе объяснить, что все время захватывают территорию? При Залужном не захватывали, а при Сирском захватывают. И все время какие-то странные вещи происходят. Посмотрите на этого, морду эту. Виктор Мусавирович Афзалов. Давайте я вам его увеличу. Чтобы вы видели, кто убивает украинских детей, да? Видите? Это вот убийца врачей украинских детей, женщин. Вот это главный убийца. А где Малюк? А где Поклад? А где Буданов? Ребята, а что такое? Что, не можете, да? Не достают ручечки ваши, да? А кто такой Мусавирович Афзалов? И так сразу биографию-то не найдешь. Все скрыто. Главный командующий воздушно-космическими силами Москвы, Российской Федерации, то бишь. А когда он стал? С октября 23-го. Но с 23 августа 23-го года он уже исполнял обязанности этой должности. Его президент, генерал-полковник, представляете? Был предшественником Суровикин. А где же родился, дорогой этот наш Мусавирович? 9 июня 1968 год. Советский Союз. Село, знаете, как называется? Укромное. Там, где укромных укрывают. Симферопольский район, Крымская область, Украинская Советская Социалистическая Республика, Союз Советской Социалистической Республики. Образование у него. Пушкинское высшее училище радиоэлектроники, ПВО. Военный университет, ПВО. Военная академия, генштаба вооруженных сил Арефии. Наград у него много. Служить он начал с 1985 года, а родился в 1968 году. Это сколько ему годочков было? 70, 15 и 2, 17. То есть, сразу как закончил среднюю школу. Этот парень, он же тогда получается татарин, да? Крымский татарин, это же прямо полный земель, этого самого Умерова, да? И этого самого Меджлиса, как там его называют. Вот. Как он, народный депутат же, да? Сражение. Военная операция России в Сирии нехило, правда? Там убивал. То есть, это такой нормальный убийца. Это маньяк-убийца. Вот. В 89-м году он уже, в 85-м он, видимо, поступил в Пушкинское высшее военное училище. В 89-м он его уже закончил. Потом вот этот военный университет ПВО в 2000-м году и в 2010-м году военную академию Генштаба уже закончил, типа, или поступил. Службу проходил в войсках ПВО. Первая должность была у него начальник расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионных корпуса ПВО. Непонятно где. Потом был в должностях замкомандира дивизиона, командира радиотехнической батареи. В общем, где он только не был. Ну, это же все в Советском Союзе он проходил. Он же закончил в 85-м, в 89-м году. То есть, он еще застал Советский Союз. Вот. Потом он армии, все, очень много везде был. Хабаровский был. Ну, и где-то же, видно же, был же вот тут в Сирии, где-то же командовал. Там очень много тоже ж убил мирных граждан. В 19-м уже имел генерал-лейтенанта. А, вот. Временно исполнял должность генерала во время нахождения Суровикина. В командировке в Сирии в 20-м году там был Суровикин. Понимаете? И был же в ходе российского вторжения в Украину. Тоже обязанности выполнял. Семья у него. Какая же у него семья? Женат, имеет двух сыновей. А папочка, мамочка, где ж такого родили? Ребеночка. Хищника. Ну, и чего ж он до сих пор, так сказать, все растет и растет. А зачем же мы тогда деньги платим на Буданова, на Малюка, на Поклада, на всех остальных? Чего ж мы их содержим, а? Чтобы вот эти, этот самый Авзалов или как там его лучше убивал, да? Виктор Муса Вирович Авзалов, да? Видите как? Крымский татарин. Видите, здорово. У них крымский татарин. И у нас крымский татарин. Тоже там. Может, они в одну какую-то группу входят коллективную. И этот там, который был у него, этот как у Меров был, его Меджлисом командует, помощником был, да? Или как? Так, они все похожи на одно лицо прямо. Ну, подумайте мозгами. Можете подумать. Украина ж называется, да? А там вроде и Рефия называется. Как это может быть? Такие интересные чудеса бывают. В решете прямо. Ну, вот такое получается. То есть, используют Украину по полной программе. А эти, которые спецорганы в Украине возглавляют за наши деньги, они же наши деньги получают. Это ж налоги, это бандитская рента группы разбойников, которые создали государство стационарного бандита в Украине. Ну, не только в других. А в виде аренду поборы они рейкинские получают в виде налогов называют. И у них есть такой вот теоретик-обоснователь. Это они Гетьманцева поставили. А по ночам он шил на машинке для этого самого Севковича. Офицера КГБ, который тоже резидентом был, как Путин, тоже в Дрездене дом-клубу возглавлял. А это там в Магдебурге или где там, или Бранденбурге. Вот, правда здорово получается. Классные у нас кадры подбираются. Сейчас еще двух поставил. Замов Кумерову тоже они там заканчивали всякие, так сказать, учреждения в Советском Союзе. Тоже же подписку давали о сотрудничестве КГБ. Ну, так может уже пора как-то все перезагрузку делать. Или как? Как вот Макрон сделал перезагрузку. Там Сунок думал, что сделает, но не получилось у него. В Иране перезагрузку сделали. Надо, видимо, Зеленскому уже не справляется. Уже закончилась пьеса его эта. Надо ему дальше ехать в другие. Выполнять уже пора. Ему, его кочующему, это его трупе, театру Шапиту дальше ехать. Может уже надо Украину от своего бремени освободить вместе с Ермаковым, с Леной Зеленской. Папу с маму заодно бы забрал бы. Как думаете? Не вернулся же в Украину. В Вашингтон поедет. А что там делать в Вашингтоне? Все там ничего не дадут. Ну, встретится он с Байденом. Ну, дай Бог, чтобы, как говорится, Байден посмотрел на него и вспомнил. Там надо как-то, чтобы Зеленский правильно представился. А то же может произойти как-то все по-другому. То есть у Байдена прямо что-то такое. Все сложнее и сложнее в этой жизни происходит. Ну, может удержится. Кто его знает. Но все обеспокоены. Доноры обеспокоены. Все очень обеспокоены. А Урбан фактически уничтожил уже эту формулу Зеленского вместе с его швейцарским форумом. Подписями этими, декларацией. Молодец. Только стал, а уже столько натворил делов. Уже и у Синдзепина был, и у Зеленского был, и у Путина был. И сейчас в Вашингтон поехал к Байдену. Молодец, Урбан. Они просто в ужасе. Европейская бюрократия, она просто не ожидала, что таким способом можно действовать. Просто не ожидали. То есть Урбан, по сути, полностью пустил под откос. Как там вот машина в Одессе с откоса упала на пляж. Вот это он туда же пустил формулу Зеленского, швейцарскую. Ну, давайте дальше смотреть, что будет. Долго будете смотреть? Может, уже как-то надо все по-другому? Ну, терпеливые. Молодцы. Так классно мозги всем промыли, что никто даже не понимает, чем он занимается. А главное вопрос правильно задавайте. Чьи интересы, чья земля, чья собственность, чьи деньги, чьи Бугати, чьи, это самое, как он называется, казино. В Монако, посмотрите, там прекрасное казино собираются. В Монте-Карло. Там девочки с Бугати, с других этих машин выходят. Посмотрите, очень, очень впечатляет и сразу у вас тонус поднимется. Особенно у тех, чьи дома сейчас разрушены. И в Кривом Роге, и в Днепре, и в Киеве, и в других городах. Кто уже все потерял. До новых встреч. До новых встреч.